Всем здравия! Меня зовут Максим, проживаю в Польше, в поморском воеводстве, в регионе, который называется Кашубы или же Кашубе. И хочу вам немного рассказать и показать об этом регионе, а точнее о его лесах и природе. Кашубы занимают примерно половину территории поморского воеводства. Также Кашубы это национальность, этническая группа поляков, которая проживает на этой территории. У них есть свой язык кашубский, свой герб, флаг, гимн. И понять, что вы въехали на территорию именно Кашубов, можно по дорожным знаком, указывающим название населенных пунктов. Здесь они дублируются на двух языках, на польском и на кашубском. Также еще наравне со знаками такая вот интересная особенность на перекрестках. Вместо дорожных знаков стоят камни указательные, на которых написано, как добраться в ту или иную сторону и какое расстояние. Достаточно большая территория покрыта лесами. В основном это хвойные сосны. Также есть участки букового леса или же смешанный. Как, например, вот сегодня я начал со смешанного леса, частично захватил еще и буковый и дальше выйду к озеру через сосновый лес. Помимо сосны и буков встречаются также береза, ольха и дуб. Местность холмистая. Встречаются довольно-таки большие холмы. Самый высокий это Вежица, 329 метров над уровнем моря. Помимо леса есть еще поля и луга для выпаса животных, но они не так многочисленны, как на другой территории Польши. Девяносто, ну или даже девяносто девять процентов лесов здесь насаженные, спиленные по несколько раз. Как только деревья вырастают до нужных размеров, их вырубают и участок зачищают, высаживают новые молодые. Поэтому каких-то глухих, непроходимых, диких мест нет вообще. Большие старые деревья встречаются очень редко. В основном это вдоль берегов озер, рек или же старых каких-то дорог. Ну и бывают единичные случаи, их можно встретить в лесу. Самое большое дерево, которое я здесь встречал, это 300-летний дуб. У него даже есть свое имя, Анджей. В регионе очень много озер ледникового происхождения. Бывает, что несколько озер находятся на расстоянии 500 метров друг от друга или даже ближе. У некоторых озер на берегу есть оборудованные места для отдыха. Ну, скорее всего, это сделал кто-то именно для себя, так как часто встречаются таблички о том, что озеро частное и вылов рыбы запрещен. Но ходить, гулять, прогуливаться там не запрещено. О рыбе. Я не рыбак, не рыбоед, так что сильно этим не интересуюсь. Знаю, что для вылова нужна лицензия и разрешение владельца, если озеро или пруд частное. Водятся форель, карпы, караси, щуки, угри, ну и так далее. Многие озера соединены извилистыми реками. Больших рек нет, максимум несколько метров шириной. Пару раз в год мы сплавляемся на каяках. Почти в каждом более-менее большом населенном пункте, через который протекает река, можно взять каяки на прокат. На берегах озер есть оборудованные места для начала и окончания маршрута. Также там есть столики, лавки. Ну и в таких местах опять же мы тоже частенько делаем привалы во время походов, готовим там. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пора сделать первый привал на чай. Когда-то мы случайно нашли это место с другом, когда ходили и искали, где бы можно было приготовить супец. И нашли вот такой вот пенек, но он, ну вот эта часть, она была лежала на земле, мы ее уже поставили на сам этот пенек сверху. Хорошо, что у нас была веревка с собой, так как уж больно такой тяжкий этот кусок бука. И периодически сюда или же я сам, или с друзьями приходим, готовим. Как раз хорошее такое место, дорога проходит чуть в стороне, люди здесь не шатаются. Можно спокойно себе приготовить, поесть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Животные. Очень часто здесь встречаются сарны, косули. Вижу их почти каждый раз, когда выхожу в лес. Также их можно часто встретить пасущимися вдоль дорог, особенно в темное время суток. Есть здесь еще и олени, но встречаются они очень редко. Я всего лишь их видел два раза. Один раз видел самца, как раз остановился на холме возле озера выпить кофе и вижу, недалеко от меня выходит. В это время я как раз сидел и от неожиданности и удивления сразу встал в полный рост, даже так немного перепугался. Было настолько неожиданно встретить оленя. Но он успугался сильнее и ускакал. Ну а второй раз видели оленей, целое стадо, примерно до 10 особей на расстоянии метров 100 от нас, когда прогуливались с другом. Также встречаются зайцы, лисы, белки. И неоднократно видел следы работ бобров и хатки, плотины, но самих бобров еще ни разу не встречали мы здесь. Вот даже сегодня повезло встретить двух сарн. Одну успел заснять, а вторая ускакала в лес. Почва в основном песчаная. И что мне очень нравится, здесь в принципе нет грязи, один песок. Ну а что вот мне не нравится и чего нет, так это здесь нет каких-то скал, да и вообще камней. Насекомые. То же, что мне очень нравится, здесь нет никакой мошкары, ни комаров, ни гнуса, ни всякого такого. Очень-очень редко встречаются какие-то комары. Это в таких местах, в очень влажных, возле каких-то на берегах рек, где очень-очень прям сыро и влажно. Температура в регионе в любое время года комфортная. Летом обычно 20, 25, 27, ну максимум может быть это там градуса 32, и то это ненадолго. Бывало такое, что в июне месяце вечером ходили еще в куртках. Зимой тоже сильных морозов нет, ну в принципе как сейчас, наверное, и везде. Но, как правило, температуры зимой не низкие, редко когда опускаются чуть ниже нуля. Обычно это 0, минус 2, утром может быть там минус 2, минус 4, днем подниматься там до нуля, до плюс 2, там 4 градусов. Через лес проходят дороги, как асфальтные, областного и районного значения, так и грунтовки, которые соединяются населенные пункты. Более-менее больших городов не так много, в основном это села или же хутора. И вот как раз можете видеть самый маленький населенный пункт, который я встречал. Он состоит всего лишь из одного двора и нескольких строений. Но все равно на въезде и выезде из него стоят все соответствующие дорожные знаки. Вдоль дорог, как и асфальтных больших, как и грунтовок небольших каких-то встречаются лесные паркинги со столами, лавочками для отдыха. И мы частенько в таких местах любим делать привалы, если они встречаются у нас на пути. Заблудиться здесь в принципе нереально. Если идти в лесу в любом направлении, то максимум через полчаса хода через лес ты выйдешь на какую-нибудь дорогу. Также есть дороги, на которые въезд на автомобиль запрещен, а не только для работников леса и соответствующих служб. С начала этого года стали появляться предупреждающие знаки на таких дорогах. Раньше куда можно было ехать, куда нельзя, было непонятно. Меня один раз даже оштрафовали лесниче на 50 злотых. Я-то не знал, что дорога не для проезда и оставил машину на обочине, а сам пошел чуть-чуть вглубь выпить чай, сделать фотографии. Ягоды. Очень много черники, встречаются прям черничные поля. Еще есть клюква, немного малины, земляники и совсем редко встречается брусника. Грибы. Есть маслята, подберезовики, какие-то подгжибки и правдивки. Даже не знаю, как это будет по-русски. Есть и другие, но я их не собираю, только эти. Ну и в грибах я вообще сильно не разбираюсь. Беру те, которые мне когда-то показали. Беру те, которые мне когда-то показали. Ну а теперь можно сделать и привал. Сегодня я готовить не буду, чтобы не тратить время. Просто по-быстрому подогрею и отобедаю. Сегодня у меня на обед вареники с творогом и картошкой. Кстати, в Польше такие вареники почему-то называются русские. Палатки, шалаши и прочее. Ставить палатки можно, только в специально предназначенных для этого местах. Сооружать шалаши и так далее, всякие стоянки запрещено. Также запрещено разводить открытый огонь. Поэтому я всегда готовлю на газу. Пока не знал о запретах, пару раз мы с друзьями готовили на печке щепочницы. И однажды, когда суп уже практически у нас доготовился, к нам подъехал лесник. Ну а мы находились как раз на берегу озера, со столиком, лапками. А в таких местах могут висеть видеокамеры. Ну и видимо он в камеру нас и увидел, сказал потушить. На первый раз отделали с предупреждением. А вообще за это штраф 500 злотых. Это около 120 евро. Вот, кстати, это озеро. Одно из наших любимых, красивейших мест. Когда-то приходили сюда каждые выходные. Ну а потом уже начали разведывать другие территории, уходить дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Но мы с друзьями составляем маршруты сами, чтобы по минимуму было дорог и более-менее каких-то оживленных мест и людей. Ну что ж, мне остался всего лишь один привал на чай и можно уже закругляться. И на этом все, конец связи! Субтитры Алексею Дубровскому!